Исполнение майских указов президента страны Владимира Путина – основная тема, которую обсуждали на сегодняшнем заседании в Доме правительства. Указы от 7 мая 2012 года коснулись сферы здравоохранения, образования, ЖКХ и демографической политики. Обсудили не только реализацию указов, но и обстановку в регионе в целом. Снижение смертности среди населения – один из пунктов указа о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения. Динамика в данном вопросе положительная, однако не все зависит от профессионализма медиков. Рост продолжительности жизни за последние 3 года на 2,3 года – это фактически тот показатель, который раньше мы достигали в течение 10 лет. ДТП здесь тоже, честно говоря, это не совсем, наверное, медицинский показатель, он такой консолидированный, но при всем при том он у нас стоит. Поэтому в данном случае мы неоднократно ставили вопросы на межведомственных комиссиях, что здесь нам нужно работать, в общем-то, вместе. Указ о мерах по реализации демографической политики выполняется на 100%. Только за этот год значительно увеличилось количество многодетных семей. Более чем на 20% увеличилось число семей с тремя и более детьми. Все меры социальной поддержки по выплатам за рождение третьего ребенка соблюдаются, подытожила Алла Самойлова. Как реализуется майский указ в области образования и науки, рассказала заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской республики Светлана Петрова. На сегодняшний день не везде соблюдается соотношение педагогических работников, количество детей в школах и детских садах республики, предусмотренное дорожной картой. Однако тому есть логическое объяснение. Действительно, по дорожной карте, которой мы приняли на себя обязательства соотношения один педагог-воспитанник дошкольного учреждения, мы два показателя, два пункта не выполняем. Вот посмотрите, какие мы взяли на себя обязательства среди регионов. Мы выбрали самые лучшие показатели субъектов Российской Федерации. У нас там, кроме Башкирии, Республика Адыгея, Краснодарский край. Вот мы впереди планета всей. Важный пункт майских указов – повышение эффективности бюджетных расходов и государственных закупок. Перед нами стоят задачи дальше по увеличению собственных доходов. Соответственно, это одна из задач, которая стоит и не первый день. Это сокращение задолженности республиканской местного бюджета по налогам, по арендной плате за использование имущества. Необходимо также дальнейшее усиление контрольной работы по проверке налоговых агентов в части своей временности, перечисления НТФЛ и выявление серии схем по выплате заработной платы. Данная работа координируется Министерством финансов совместно с налоговыми органами. У нас в декабре налоговая спланировала тематические проверки, соответственно, именно по данному направлению. В планах на будущий год – усиление работы по выявлению незарегистрированного имущества. Это серьезно может пополнить республиканскую казну. Координировать работу будет Министерство имущества совместно с администрациями городов и районов республики.